Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Проблема в кигиене мужчины, не могу понять, как мужчина, который часами может брать квартиру, мыть посуду и любящий чистоту в доме, может быть таким грязным. Грязнули в личной кигиене, он может не мыться недели. Неделями я стал отказываться ему в сексе, у меня начались проблемы по-женски, и мне он стал реально непринятен. У нас есть маленький ребенок, я ему объясняю, что для ребенка это тоже время играть с папой, который вот грязный. В последнее время я стал его отправляться под гостиной, так он ложится с краю в спальне. Готов терпеть такие неудобства, только чтобы не мыться, зубы чистить крайне редко. Да он считает нормальным приставать ко мне в таком неоприятном виде, тем более он знает, что я в этом плане чистюля, по сто раз в дочь бегаю, всегда благоухаю. Не пойму, когда это произошло, мы вместе четыре года, у нас гостевой брак, он не захотел жениться. Да и я не сильно горю желанием отношения, завязанное на ребенке. Не скажу, что он раньше из душа не были знал, но не помню, чтобы я ощущал от него неприятные запахи. И так, особо не горю чувствами к нему, так еще он добивает меня своей личной нечисто плотностью. Сразу скажу, я его не держу и даже хотела бы завершить отношения, так как изначально они были сложными, но он меня не отпускает, при этом не устраняя проблему, которая мне неприятна, и создает проблему здоровью и комфорте. Может, подскажете, как мне быть в этой ситуации, почему мужчина считает себя королем РСК в грязном белье. Спасибо заранее, очень накопело. Ну, вы знаете, то, что у вас очень накопело, я прекрасно понимаю и верю. Потому что накопело, потому что в целом мне показалось, что вы ведете себя с ним как родитель. Вот, в целом мне показалось, что вы ведете себя с ним как родитель, и родитель это как раз тот человек, который, ну вот, скажем так, да, вот, в этом смысле, занимает такую роль, я бы сказал, ну, как бы, ведущую. Вот, есть у меня такое ощущение, что и вы тоже, вот, занимаете, так скажем, больше ведущую роль с мужчиной, вот. А мужчина в этом смысле занимает роль как раз-таки ребенка и ведет себя как ребенок в этой ситуации, вот, ну, вот в этой ситуации, да, неприятной, конечно, для вас ситуации, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, ситуация. Ну, вот, и, если говорить о том, ну, если говорить о том, как нам себя вести, да, вот, то я бы, я, пожалуй, вот, в первую очередь, наверное, обратил бы внимание на то, чтобы перестать быть для него родителем, чтобы, значит, все-таки, ну, как-то больше думать о себе в этой ситуации, в этой ситуации, вот, чтобы как-то думать больше о своих интересах, вот, и, наверное, не сдерживать, ну, не сдерживать, вот, ваши чувства, да, в том числе, в том числе, вот, не сдерживать то, что вам неприятно, вот, и, соответственно, пересмотреть, на мой взгляд, свою модель поведения с ним, вот, потому что есть у меня, вот, такое ощущение, да, что, как будто бы вы делаете, знаете, вот, вот, чуть ли не вот, чуть ли не вот, вот, постоянно, да, одолжение, как будто бы, вот, одолжение ему тем, что вы находитесь с ним, то есть вы говорите, и так у меня нет к нему чувств, так еще он добивает меня своей нечистоплотностью, вот, то есть вы, как бы, вот, тут вот на него прикладываете ответственность за то, что он вам неприятен, вот, вот, с точки зрения взаимодействия, значит, ну, вот, с точки зрения взаимодействия супругов, и с точки зрения взаимодействия людей в паре, я бы сказал, что, вот, то, что вы описываете, очень, очень похоже, очень, очень похоже на то, что он, он стал делать то, что делает, именно вот, значит, ну, в отношениях с вами, и не просто так, вот. Он, по сути, начал на себя забивать, вот, с чем это связано, что он начал на себя забивать, вот, ну, это связано с тем, как вы взаимодействуете друг с другом, это связано с тем, как складываются ваши отношения, вот, это связано с тем, как ведете себя вы, я думаю, что, если просмотреться, то можно увидеть, что вы на себя, скорее всего, взваливаете много чего, если просмотреться, я думаю, что, можно увидеть, как вы, опять же, берете инициативу в свои руки, вот, если просмотреться, то можно увидеть, как вы подавляете себя, да, как вы, вот, ну, относитесь к нему, вот, вот так, то есть, вы говорите что-то, не пускаете его, там, ну, в кровать, отправляете его спать в гостиник, и так далее, то есть, это все, вот, как раз, такая вот родительская модель поведения, отчитываете его, значит, ну, отчитываете его, вероятно, за то, что он не делает так, как хотите вы, и так далее, вот. Я думаю, что если подобную модель, поведенческую модель, сменить на другую, а именно на вот то, что мне неприятно, на то, с чем мириться я не хочу, не буду, и не могу, вот, и если человека довольно-таки активно, например, ставить перед фактом того, что, ну, того, как вы хотите, например, вот, вот, то, на мой взгляд, эта ситуация могла бы в какой-то степени скорректировать, да, эта ситуация могла бы в какой-то степени изменить, вот, а не так, что вы сейчас, вот, по сути, да, как бы демонстрируете то, что готовы терпеть, вот, все, все, по сути, что, ну, по сути, все, что мужчина делает, вот, и, само собой, в этом нет ничего хорошего, ни для отношений, ни для него, вот, ни для вас, поэтому, вот, как-то, как-то так, как-то так, я думаю, что, если вы посмотрите на эту ситуацию с точки зрения того, как много в этих отношениях вы сами делаете то, что вам не нравится, да, если вы посмотрите на это с точки зрения того, чтобы больше делать то, что вам по душе, вот, я думаю, что эту ситуацию может исправить. Да, конечно, вполне возможно, что у человека действительно могут быть какие-то, вот, значит, ну, психические отклонения, конечно. Но, здесь есть момент в том, что это не подтверждено, то есть есть, здесь есть момент того, что это не доказано пока что, вот. И, соответственно, можно говорить о том, что человек просто начал, начал на себя, на себя забивать, вот. Предполагаю, что все равно вы будете с ним, вот. То есть человек просто, почему-то уверен, что вы будете с ним. Вы говорите о том, что он вас не отпускает, вот. И если вы говорите о том, что он вас не отпускает, то это что означает? Это значит, что он вас удерживает, вот. Если мужчина может вас удержать, вот, ну, то есть, вот, буквально, да, если человек, если человек может вас удержать, то, то, о чем это говорит? Что это говорит о том, что у него есть над вами власть, какая-то, вот. И, соответственно, он эту власть реализовывает, вот. Хорошо это, плохо, мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим просто о том, что он это делает, вот. Когда это происходит, то, на мой взгляд, ну, вот, вот, в момент, когда это происходит, человеку, человек, как бы, своей властью над другим, ну, вот, в какой-то степени, компенсирует, начинает заменять самого себя, вот. Сюда накладывается то, что вы ведет себя, как родитель, вот. То есть, ну, вот, всегда накладывается то, что вы заняли, вот, такую позицию. Такую позицию, знаете, строгой, строгой мамы, которая реагирует на хулиган, ну, на хулиганящего ребенка, вот. И, в общем, в целом, все. И это... Этого, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы человек начал вести себя так, как он себя сейчас видит. Отвечая на ваш вопрос, как быть мне в этой ситуации, и почему мужчины считают себя королом? Так вы его сделали короном. Вы его сделали короном. Королем себя считают дети. Ну, королями считают себя дети. В частности, ну, дети до трех лет. Ну, это до трех лет нормально. Или до четырнадцатого. Вот. Ну, это свой королем. Вот вы сделали его королем. Понимаете? Вот. Если так как-то, ну, совсем утрировать, да, вот, то вы подарили ему, на мой взгляд, чувство безнаказанности. Вот, на мой взгляд, вы подарили ему ощущение безнаказанности, ощущение, что он может делать все, что угодно. А вы только злитесь, вы только, ну, пообижаетесь, пообижаетесь, да, и все простите, все простите, все забудете. Вот. Понятно, что я могу ошибаться, понятно, что, ну, что может быть это не совсем так, но тем не менее. Дальше, вы говорите, что брак у вас гостевой. Вот. То есть, вы говорите о том, что он жениться не хотел. Вы тоже не горели желанием, что отношения у вас завязаны больше на ребенка. Вот. Я думаю, я думаю, что в какой-то степени это тоже накладывает отпечаток на отношения. Вот. Какой именно отпечаток, мне сейчас сказать сложно. Я не знаю, какой отпечаток накладывать, но я думаю, что накладывают. Вот. Вот. Попробуйте вот подумать сам. Вам-то как? Вот, ну, вам, вот вам, вам, самой как? В, ну, в отношениях, да, где очень много, где очень много или все завязано на, допустим, ребятам. Вот. Ну, не знаю, как вам, а мне кажется, что в этом случае присутствует довольно много вот таких, знаете, как бы, ну, я бы сказал, довольно много избеганий. Довольно много избеганий. Довольно много избеганий. Себя. Довольно много обмана. Себя. В этой ситуации. Вот. Конечно, конечно, опять же, конечно. Я могу быть не прав в этой, ну, в этом, в этой интерпретации, скажем так. Но по опыту могу сказать именно о таком раскладе. А, с точки зрения поведения, с точки зрения поведения, то, что человек такой вот так себя ведет, да, он же что делает? Он, посмотрите, завершает себя от активности сам. Вот. То есть он пытается оградиться от активности сам. Внешне он вроде бы старается ее проявить, а бессознательно он пытается себя от этой активности защитить. Вот. Это очень довольно интересный момент, что в вашем поведении может спровоцировать желание человека сделать вам неприятным. Вот. Вот как-то так. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как быть, как быть вам, я бы, пожалуй, наверное, в первую очередь, вот, в первую, в первую очередь, задавался бы таким вопросом. Для чего? Понимаете, то есть, ну, понимаете, какая штука? Если вы хотите, да, то отношения можно, ну, скорректировать. Это не так сложно. Особенно, если человек этого хочет тоже, ну, как вот и вы, например, да, вот, можно это сделать. Не такая это проблема. Но хотите ли вы работать? Действительно ли ваши отношения завязаны только на ребенке, если вы говорите, что он вас не отпускает? Понимаете, да? То есть, вот, нет ли здесь обману? Самый обман. Если отношения завязаны не только на ребенке, если отношения все-таки завязаны не только на этом, а ребенок это так, ширма. То уже его действия, в таком случае, приобретают куда более интересное значение. Куда более серьезное отношение. Но, опять же, вопрос заключается в том, хотите ли вы с этим разбираться? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...